Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это политический стандарт и, естественно, в этот святой для каждого Беларуса день поговорим о великой победе, трагедии и подвиге нашего народа, исторической памяти в контексте современных реалий, в стране и на международной арене. Казалось бы, о Великой Отечественной войне в прошедшее десятилетие сказано и написано так много, что некоторым эта тема стала приедаться. Мол, хватит казенного патриотизма, давайте что-то новенькое, с горчинкой, с перчинкой, да под соусом, а власти скрывают. Этот исторический нигилизм порождает уродцев ревизионизма, когда сначала под видом научных исследований Советский Союз ставят на одну доску с гитлеровской Германией, потом сносят памятники воинам Красной Армии, затем, ради хайпа, устраивают эротические фотосессии у Вечного Огня, а в конце какой-нибудь Василь Галушко из Чернигово вешает себе на военную форму шеврон с гитлеровским крестом, предварительно плюнув на могилы дедов и прадедов. И даже нам, белорусам, чтящим победу, прежде чем поднимать праздничные тосты за 9 мая, стоит задуматься, что мы знаем о тех людях, в честь которых названы улицы, на которых мы живем, что, например, среднестатистический минчанин может сказать о героях Минского подполья? Каждый ли из нас был в Хатыни, Брестской крепости, Музее истории Великой Отечественной войны, а наши дети там были? Приходите сюда чаще, приводите с собой детей, своих, соседей, других. Если забудем дорогу в Хатынь, все повторится. Кто назовет хотя бы 10 героев Советского Союза белорусов, получивших это звание за ратные подвиги? Кто вспомнит 10 из более чем 10 тысяч белорусских деревень, уничтоженных гитлеровскими захватчиками и их пособниками? Многие ли знают, что в Светлогорском районе создан мемориальный комплекс «Ала» на месте одноименной деревни, сожженной в 1944 году фашистами вместе со всеми жителями? Это 12 хатыний. Подобным способом были уничтожены жители более 5000 белорусских деревень. Из них 186 так и не возродились после войны. А ведь деревня Алла, как и многие другие, так и не возродилась. При этом среди 1758 погибших было 950 детей. 950 загубленных детских жизней, которые так никогда и не познают радость отцовства и материнства, а их внуки и правнуки не смогут насладиться жизнью в современной мирной Беларуси. Они погибли, чтобы жили мы. «Кажется, избита, старо, но только законченный негодяй, глупец или предатель посмеет отрицать глубокую истину этой фразы». Расследование Генеральной прокуратуры по делу о геноциде белорусского народа открыло новые факты о преступлениях оккупантов в годы войны. Установлено более 500 мест массового расстрела, о которых ранее не было известно. Очевидно, что белорусов как народ просто хотели истребить, что это была целенаправленная жестокая политика, вследствие которой Беларусь потеряла более 3 миллионов человек. И этот демографический надлом дает о себе знать даже сейчас. Вместе с тем, согласно оккупационному плану ОСТ, 25% белорусов все же планировалось оставить в живых, а не мечеть и превратить в прислугу цивилизованных европейских хозяев. Многих, подходящих под критерии так называемой арийской расы, насильно угоняли на работу в Германию. Но были и те презренные меньшинству, отщепенцы, изменники, кто добровольно переходили на сторону врага, и чтобы заслужить благосклонность новых хозяев, брали за самую грязную и кровавую карательную работу. Будет расстрелян Кубе, военный суд Кубе, расстрел Кубе, смерть Кубе. И этого Кубе националисты называли лучшим другом белорусов. Борцу, поэту, руководителю долгих лет жизни на благо белорусского народа приветствовали его националисты. А по приказу добродетеля Кубе, только за один день в Минске повешено 28 и расстреляно 252 человека. Нужно признать, что не все предатели из карательных соединений понесли заслуженное наказание. Многие, спрятавшись за спиной западных разведок, отряхнулись, почистили перья и разразились слезливыми историями о том, как под сапогом немецких оккупантов они «змагались» за незалежную и свободную Беларусь. И ведь действительно старались освободить Беларусь от белорусов. Правда, не получилось. Немногие добежали до Западной Германии. Бобики! Именно под таким прозвищем запомнились людям эти «змагары» – полицаи времен Великой Отечественной войны. Время от времени из «Щулана» вновь достают обогренные детской кровью алые хатыни коллаборационистские флаги. Пытаются продать обществу басню о том, как можно счастливо пить баварское в единой Европе. И надо-то для интеграции в этот еврорай всего ничего сломать собственное государство. Расчет в этом случае на тех Иванов, родства непомнящих, кто знает голливудских актеров, музыкальных исполнителей, блогеров в YouTube и Instagram, но не помнит, где медали деда или прадеда, как его звали, где он воевал, где пал смертью храбрых и где похоронен. К счастью, в основном наше общество остается здоровым. Этому способствует государственная политика в области исторической памяти. Мы не можем забыть грандиозную битву за национальное выживание, помощь братских народов Советского Союза, ибо в этом и есть идеологический фундамент современной Беларуси, нашего права на суверенную политику. Однако угрозы остаются. Порой глаза заплывают потребительским жиром. Ну и противоядие существует. Портрет ветерана-фронтовика в каждом доме. В минуты сомнений и тревог посмотрите, вспомните, расскажите детям и внукам. Все станет на свои места моментально. Это был политический стендап и я, политолог Александр Шпаковский. С Днем Победы вас, дорогие соотечественники! Мира, добра и благополучия!